МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На первом карагандинском новости в студии работает Гульнур Жакин. Здравствуйте. Аким Карагандинской области, Бауржан Абдиша в прямом эфире. Активный гараж вместо детской площадки, чем недовольны жители домов по улице Комиссарова, выяснял Николай Кровец. Дуальное образование караганды глазами немецких специалистов. София Чабан будет учиться в Пражской консерватории. Более 500 звонков от жителей региона было принято во время прямого эфира с Акимом Карагандинской области Бауржаном Абдишевым. Впервые трансляция проходила так масштабно. Все телеканалы Караганды показывали встречу с главой региона в онлайн-режиме. Бауржан Абдишев в прямом эфире рассказал о перспективах развития региона, о реализации государственных программ и, конечно, ответил на вопросы, которые задавали жители области. Много вопросов поднимали наши студенты. При сегодняшней стипендии тяжело ездить за 80 тенге. Принято решение, что с марта все студенты будут ездить по 50 тенге. По словам главы региона, контроль за качеством пассажирских перевозок будет усилен. Перед повышением тарифа на проезд все автопарки взяли на себя конкретные обязательства. Бауржан Абдишев поблагодарил СМИ и общественность за информацию о нарушениях. Также с марта месяца, как сообщил глава региона, все ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны будут освобождены от оплаты коммунальных услуг. Вы знаете, что глава государства в своем послании четко поставил задачу, что надо усилить внимание именно нашим гражданам с ограниченными возможностями и позаботиться именно об этих людях. Это было дано, которых немало. Это долг перед всем обществом. Глава государства сказала, что это долг перед Всевышним. Вопрос о тарифной политике актуальный, подчеркнул он. Аким области посетовал на инертность населения. Жителям надо активнее пользоваться программой модернизации ЖКХ, а не ждать манны небесной, считает Бауржан Абдишев. По его словам, на первом этапе реализации программы были шероховатости. Сегодня имеется очень много положительного опыта. Он добавил, что правительство разрабатывает дополнительную помощь от государства для участников программы. В тех домах, которые участвуют именно в программе модернизации, государство профинансирует установку автоматизированного теплового пункта и прибора учета, сказал Аким области. Диалог в прямом эфире ведет к взаимопониманию между жителями Карагандинской области и властью. Дорожная карта занятости 2020 действует. Она уже трудоустроила более тысячи человек. Новоиспеченные повары, слесари, сантехники уже приступили к работе. Подробнее в следующем сюжете. Дорожная карта занятости 2020 предоставляет безработным рабочие места. Перед трудоустройством люди обязательно проходят бесплатное обучение по различным специальностям, плюс стипендии. Уже после полного курса обучения новоиспеченных специалистов трудоустраивают и не только. Также предоставляется аренда служебное жилье. Именно все это два года назад получил Абдул Хамид Салезов. Мужчина три года не мог трудоустроиться. В 2012 году решил обратиться в центр занятости и не прогадал. Там ему оказали помощь. После окончания курса мы оказали им содействие в трудоустройстве. По закончивой специальности. Но специальность у него повар. Устроился он поваром. На сегодняшний день работает. И как многодетная семья. Они стояли в очереди в ЖКХ. И получили на сегодняшний день аренду служебных жилищ. Сам Абдул Хамид уже полностью обосновался в трехкомнатной квартире и на своей кухне в кафе. Тут он колдует с национальной дунганской едой. Местные жители не могут не зайти и не попробовать его фирменный лагман. Я очень рад своей работой. Как только я отучился, я начал работать здесь по госпоргаме. Сейчас Абдул Хамид уже как заправский повар быстро и вкусно готовит. Еще и обучает при мудрости своей профессии. У него уже есть один ученик. Амина Смакова, Ожас Габаса, Бахтей Распанов, Первый Карагандинский. Вместо детской площадки в Караганде не построят многоэтажный комплекс с подземным паркингом. Об этом сегодня сообщили в городском Акимате. Напомним, что жители домов по улице Комиссарова 10 лет отбивали пороги кабинетов государственных чиновников. Вот такую приятную новость принес Николай Кровец. Тены несущие все по переломам. Если они начнут что-то строить, копать, у нас дом завалится сразу. Жильцы двух домов по улице Комиссарова 26 и 28 продолжают отстаивать детскую площадку на своей дворовой территории. Уже 10 лет они пишут письма и возмущаются. Дело в том, что в 2002 году жители узнали о том, что площадка, которая предназначена для детских игр, стала частной собственностью. Но благодаря бывшему Акиму Караганды Юрию Литвинову удалось приостановить строительство. Тогда Литвинов встал на нашу сторону, запретил эту стройку. Но землю после этого нам не вернули. Каждые 2-3 года меняются собственники. И уже последние приезжали позапрошлым году. Тоже собрали здесь опять строить подземный паркинг, какой-то ангар и так далее. То есть фактически лишают нас места жизни, места для гуляния детей. По словам Андрея Самохина, они неоднократно просили местные власти не отдавать это место под застройку. Сами жители обещали благоустроить территорию. Но почему-то их просьбы игнорируются. Сколько мы просили, верните землю, мы облагородим. Никакие-то средства выделите. Ну программа наш двор есть. Естественно, никто копейки не выделяет, потому что земля не наша. Если ничего не делается, ну что уже делать? Мы обратились в администрацию президента. Опять нас заверили, что вопрос будет решаться. Ну, по крайней мере, строительства нет. Жители говорят, что недавно сюда приезжали местные власти, которые сказали, что до 17 марта вопрос о возврате земли в собственность города будет окончательно решен. Однако такие обещания карагандинцам давали неоднократно. Бог с ним, ладно, это днем ситуация проходит, мы как бы согласны. А представьте, ночью туда-сюда, 100 машин туда-сюда будут ездить. Он живет вот рядом со здравницей Дипнера сам. Пусть себе построят там, мы не против. Основные требования жителей домов по улице Комиссарова, чтобы вернули эту территорию в собственность города. На этом месте планируется построить комплекс с подземными гаражами. Я против, чтобы здесь производили строительство, застройку. Это детская площадка. Ее нужно, наоборот, благоустроить. Все это сделать, чтобы для детей оборудование поставить всякое. Жильцы двух домов по улице Комиссарова через наш телеканал обратились к руководству нашего города. Вот с такой просьбой. Они надеются, что их услышат и поймут. Мы просим нашей власти к 80-летию Караганды наконец вернуть площадку в собственность города нашим детям для спокойствия жителей нашего района. 10 лет мы поремся, это тоже своеобразный юбилей, за вот эту вот площадку, за этот кусочек земли, который жизненно необходим для нас. В конце концов, сколько это уже может продолжаться? Водили земельных отношений их все-таки услышали. Согласно ПДП, на данной территории предусмотрено размещение спортивной площадки и подземного паркинга. То есть по документам, в данном случае, документы не соответствуют утвержденным правилам. Поэтому земельный участок и разрешение на строительство здесь выдаваться не будет. То есть пока спортивного паркинга не будет на территории этого двора? Да. В Карагандинской области вторую неделю сохраняются продолжительные сильные морозы от 30 до 36 градусов. На обочинах автодорог все чаще останавливаются автомашины из-за замерзания дизельного топлива. Водителям, которым оказывается помощь со стороны дорожной полиции и ЧАЭС, когда не бывает этих служб, помощь оказывается дорожными службами. Но иногда помощь приходится ждать сутками. В период сильных морозов 1 февраля большегружный полуприцеп «ДАВ» двигался по маршруту Алматы-Кустанай-Молдова. Из-за замерзания дизельного топлива машина остановилась на 1610-м километре автодороги Екатеринбург-Алматы и простояла около трех суток. Со слов водителя замерзшей машины, по его вызову подъезжали работники ЧАЭС, пообещали приехать попозже, оказать помощь, но так и не приехали. 4 февраля дорожная бригада КАЗ «Автодора» эвакуировала Валерия Фаратяну в обгревательный пункт, а машину отбуксировали на базу ДО-77. Трехдневная борьба с морозом для Валерия закончилась благополучно. На сегодняшний день по области с нарастающим итогом зарегистрировано более 3800 ВИЧ-инфицированных, подавляющее большинство которых дееспособные лица от 20 до 39 лет. В Караганинском областном центре по профилактике и борьбе САСПИД прошел круглый стол с представителями государственных организаций Центра здорового образа жизни и бизнес-структур. Главное, о чем говорилось за круглым столом, это взаимопонимание и сотрудничество в сфере бизнес-структур. Начиная с 1997 года, практически до 2005 года, здесь работа в паралитеральный путь передачи, то есть работа с лишнейшим испыцем наркомана. За последние годы отмечается увеличение регистрации заболевания среди работающих молодых людей на 9%. Преобладающим является половой путь передачи вируса. Собравшиеся за круглым столом обсудили новые возможности профилактической работы и информированности населения о ВИЧ-инфицировании. Сергей Высокосов, Габиден Куржбаев, Бахтия Роспанов, Первый, Карагандинский. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Налоговики области и судебные исполнители собрались вместе, чтобы скорректировать свою работу согласно изменениям в законодательстве. Для должников предусмотрена имущественная ответственность, а частным судоисполнителям расширили круг деятельности. На совещании в Департаменте по исполнению судебных актов по Карагандинской области определялись механизмы по взаимодействию с налоговыми органами. Пока существует расхождение по цифрам, так как идентификационные данные не всегда попадают в документы. На сегодняшний день у нас имеется определенное расхождение по цифрам, которые находятся, чтобы условно тем, что с целью идентификации физических и юридических лиц, на которых являются должниками, все сейчас имеют у нас БИН и, соответственно, ИНЫ. И, соответственно, вся база делопроизводства судебных исполнителей осуществляется именно по этим критериям. То есть, обязательное наличие БИНа и ИН. Согласно изменениям в законодательстве, усилена ответственность должников за неисполнение вступивших в законную силу судебных актов. Предусмотрена имущественная ответственность в виде взыскания 0,1% за каждый день просрочки в пользу взыскателя. Эта дополнительная мера должна стимулировать должников на своевременное погашение долга. Согласно изменениям в законодательстве, теперь частные судебные исполнители имеют право исполнять акты в пользу государства, что существенно разгрузит работу государственных служащих. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Дуальное образование готовит основу специалистов будущего Казахстана. Эту тему обсудила Палата предпринимателей на очередном заседании. С этого года начнется активное укрепление деловых связей между колледжами и предприятиями. Подробнее об этом в следующем материале. Цель данного плана, который озвучила Палата предпринимателей, внедрение дуального обучения по 10 профессиям, приоритетных для развития экономики страны, повышение квалификации преподавателей-мастеров производственного обучения. Впервые дуальное обучение применили в Германии. Теперь оно будет развиваться такими же темпами в Казахстане. Мы оказываем поддержку по внедрению дуального обучения. Караганда является одним из пилотных регионов по внедрению этого обучения. Мы здесь, чтобы реализовывать наши общие идеи по внедрению дуального обучения. По мнению наших опытных специалистов, дуальное обучение имеет большое будущее в Казахстане. Кстати, о нем говорится и в послании президента. Наша задача с помощью работодателей наших казахстанских, также бизнесменов из Германии, внедрить в эту дуальную систему профессионального обучения в Казахстане. Если уж иностранных экспертов привлекает внедрение дуального обучения в Караганде, то что говорить о наших специалистах? Как зарождалась шахтерская столица, теперь знают ее маленькие жители. Сегодня во Дворце детей и юношества прошел большой гала-концерт под названием «Мой любимый город Караганда». Сегодня в Караганде прошел праздничный концерт, посвященный 80-летию нашего города. В нем приняли участие воспитанники детских садов и учащиеся начальных классов. Здесь малыши показали свои артистические способности, исполняли красивые песни о родной Караганде, рассказали историю рождения шахтерской столицы. Представление пришел посмотреть и Аким района имени Казбекби Рустем Кобжанов. Вы слыхали или нет, Караганде 80 лет, любим город наш родной и гордимся мы тобой. Музыка и талант до Чехии доведут. Выпускница гимназии 97 София Джабан будет учиться в Пражской консерватории. Она вошла в десятку лучших претендентов со всего мира. Кем мечтает быть будущая молодая карагандинка, знает Николай Кровец. Ученица 97 гимназии София Джабан поет казахскую народную песню «Кусник Урлан». Это одна из тех музыкальных композиций, которая два года назад помогла ей занять первое место на международном фестивале детского и юношеского творчества «Бегущая по волнам в Москве». Девушка очень рада, что принимала участие на этом конкурсе. Правда, сожалеет, что нечасто они проходят в СНГ. А в этом конкурсе они сделали буквально все. Сцена очень хорошая, замечательные соперники были очень сильные, во-первых. И что мне очень понравилось, то что после конкурса нам позвали наших учителей, педагогов, у кого не было просто их, позвали и сказали, у вас какие-то были ошибки, поэтому мы вам такое место дали. София занимается музыкой с раннего детства и отлично умеет играть на пианино. Она окончила музыкальную школу. Однажды педагог сказал, что у нее хороший голос и предложил ей больше заниматься вокалом. После чего София вышла на сцену и совсем недавно поступила в Пражскую консерваторию. Она попала в десятку лучших из 70 претендентов со всего мира, чтобы здесь учиться. Мама очень любит этот город, поэтому она сразу говорит, Соня, ты должна учиться в Праге. Я говорю, ну, мы посмотрели консерваторию, мне на самом деле очень понравилось. Там была джазовая консерватория, она более современная, и я поступила в Пражскую. Ну, джазовая, она как-то не содержит дух Праги, что ли, мне больше нравятся старинные здания. Уже с сентября этого года София поедет учиться. Сегодня она продолжает учебу в гимназии. Девушка хочет успешно ее закончить. Ее педагог говорит, что София очень любит уроки русского языка и литературы. Литература – тот предмет в школьном расписании, который позволяет творческой личности в наибольшей степени проявить свой потенциал, свои внутренние качества. И Софию отличает особое отношение к этому предмету. Те творческие работы, которые выполняет эта девочка, они полны глубокого содержания. Не может сдержать гордости за Софию и ее мама. Ей приятно, что уровень подготовки ее дочери хорошо оценили в престижной консерватории Праги, которая известна во всем мире. Экзамены при поступлении были не традиционные, как в казахстанских учебных заведениях, а творческие. Здесь важно показать не только свои навыки и знания, но и перспективы творческого развития. Учиться придется 6 лет, и за 6 лет нужно еще больше вырасти. Поэтому выбирают именно потенциально творческих ребят. Поэтому, конечно, мы очень гордимся. Но, с другой стороны, мне хотелось бы сказать, что это ведь та школа, которую София получила здесь, в Казахстане. И для нас тоже очень важно, мы очень благодарны нашим педагогам. Даже после завершения учебы в престижном учебном заведении Праги, София не мечтает стать известной эстрадной артисткой, как Лара Фабиан и Стинг. Она больше хочет выступать в театрах, чтобы радовать публику своим творчеством и прелестным голосом. Вот такая девушка, которая поет, живет в нашем городе. Николай Кровец, Карат Рашитов, Бахтя Руспанов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Это была последняя информация на сегодня. Спасибо за внимание. Аман Сау Волгсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова